Непривыкшие к чужим людям лают наперебой. В приюте почти 600 собак с искалеченными судьбами. Кого-то оставили, потому что надоел. Кто-то не угодил хозяину характером или проступками. А некоторые и вовсе никогда не знали людской любви. Их привезли с улицы. Здесь у каждого своя история. Сейчас он скромный и еще немного пугливый. Год назад Сэм был любимой собакой своего хозяина. Они жили вдвоем душа в душу. Но в один миг жизнь пса перевернулась с ног на голову. Мужчина умер, а Сэм остался совсем один. Две недели четвероногий друг просидел над телом своего хозяина. Тогда соседи стали бить тревогу. Искали, куда пристроить животное. Так он и оказался здесь, в приюте. Первое время ему было очень тяжело. Мы думали, что он не социальный товарищ, потому что он защищался, он кусался. Ему было очень страшно. Спустя время он нам поверил, доверился. Он знает, что мы его не обидим, что мы его любим, мы о нем заботимся. И он уже растаял, оттаял. И скоро год, как он в приюте. Сэм, иди сюда. Сэм, покажи, как ты лапы даешь. Покажи. Покажи, что ты знаешь. Да. Нет, скажи, я хочу вот так вот. Его снова любят, о нем снова заботятся. Кажется, судьба вновь улыбается Сэму. Совсем скоро ему начнут искать новый дом. Молодец. А это Пепси. Молодой, игривый дворняга. Нелегко поддается дрессировке, но это скорее из-за юного возраста. В приют он попал с улицы. Отсюда его забрали домой, правда, ненадолго. Всего на пару часов. Новая семья привезла Пепси в дом, где уже жила собака. Мы как советуем вывезти собаку домашнюю на улицу и познакомить там, потому что нейтральная территория. Ну и собаки чувствуют себя проще, спокойнее. А они ввели его сразу в квартиру. Для собаки и так в шок, что ее вот забрали. Она была сначала на какой-то выставке, много людей вокруг. Ну и он на него гавкнул. Ну и люди подумали, что он агрессивный. И вас просили приехать его забрать. Надежда на то, что когда-нибудь Пепси обретет настоящую семью, в приюте не теряют. Пес очень добрый. Он не кусается, не портит мебель, отлично ладит с детьми и очень любит человеческую ласку. Впрочем, каждый из тех, кто сейчас живет в этих вольерах, заслуживает быть чьим-то лучшим другом. Но чтобы забрать собаку домой, мало просто приехать и указать пальцем на того, кто понравился больше остальных. Мы должны посмотреть, чтобы человек поладил собакой. Бывает, что люди очень хорошие, собака замечательная, но она им не подходит. Потому что люди ждут активного друга, а собака флегматичная. И в дальнейшем будет разочарование. Поэтому мы стараемся, когда хорошие семьи, подобрать им собаку, чтобы все были счастливы. Я всегда говорю, что и жалости брать нельзя. Вы должны полюбить, вы должны проникнуться. И мы просим, чтобы поездили. Порой, чтобы привыкнуть друг к другу, питомцу из приюта и его новому хозяину нужны недели. А иногда все становится понятно уже через пару дней. Конечно, собак постарше забирают реже. Больше интерес всегда к щенкам. В приюте эту малышку ласково зовут Булочкой. Она приехала сюда совсем недавно вместе с мамой и шестью братьями и сестрами. Вот только их забрали, а она по-прежнему ждет своего доброго, любящего хозяина. Впрочем, даже если вы не хотите или по каким-то причинам не можете взять собаку себе домой, в приюте вам все равно будут рады. Сальвадор, сидеть. Сидеть, Сальвадор. Молодец. Молодец. Сделать так может каждый, приехавший в приют, гость. Собаку, готовую взаимодействовать с незнакомыми людьми, вы можете взять на полтора часа и провести время в прекрасной четвероногой компании. Здорово, если привезете с собой лакомства, поводки, игрушки или другие необходимые собакам вещи. За это они не скажут вам спасибо. Бесконечную благодарность вы увидите в их глазах. Преданных, верных, готовых полюбить вас здесь и сейчас. Просто за то, что вы не прошли мимо. Нина Бережная, Алексей Сыченко, Новости, Химки ТВ.